Ну что ж, приветствую всех, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Еще один прогноз я для вас подготовил. Это Джиллиан Робертсон против Миранды Маверик. Ну что ж, давайте начнем со статистики. Джиллиан Робертс, 20 боев, 14 побед, 10 сабмишенным, 1 нокаутом, 3 решением. При 6 поражениях, 2 нокаутом, 3 решением, 1 сабмишенным. Миранда Маверик, 15 боев, 13 побед, 2 нокаутом, 8 сабмишенным, 3 решением. При 2 поражениях, 2 решением. Что же касательно базы обоих девушек, друзья, сильная сторона обоих девушек, это, как вы поняли, БЖЖ, то есть, ну или то бишь джиу-джитсу, да, они сильны в этом, что у Джиллиан Робертсон, как бы, внушительная победа сабмишенными, и, скажем так, из 14 побед, 10, что же у той же Миранды Маверик, да, вот, из 13 боев, 8, так же заканчивала сабмишенным. Вот, ну, в принципе, уровень девушек в борьбе я бы оценил где-то, я думаю, Робертсон и Маверик плюс-минус примерно равный. А вот, что касательно ударной техники, друзья, то здесь я бы отдал преимущество именно Миранды Маверик. Я считаю, что в ударной технике она все же будет получше. Вот касательно, я считаю, мне, в принципе, попадание поплотнее и пропускает она, в принципе, меньше, чем Робертсон, да, и наносит в то же время больше ударов. То есть, преимущество я здесь вижу конкретно за Маверик. Ну, и, в принципе, Бухмикеров она идет незначительным, также фаворитом за коэффициент 1,7. Касательно с кем встречались, ну, Джиллен Робертсон, я бы, наверное, отметил, это Кертни Кейси и Синтия Кальвилью, да, вот. Ну, и что ж, друзья, касательно того, что, как, в принципе, может складываться этот поединок. Ну, смотрите, друзья, в принципе, в этом поединке за счет также в данной технике и плюс-минус где-то равной борьбе, плюс-минус, да, фавориткой идет Миранда Маверик, я считаю. И, в принципе, я считаю, что в данном противостоянии, по сути, она идет фавориткой по праву, да. Вот, и если чисто в теории мы можем предположить, кто и как в данном противостоянии даже может финишировать, то я вижу, как это может сделать только Миранда Маверик. Как ее может финишировать Джиллен Робертсон, друзья, честно говоря, я долго рассуждал, долго, как бы, думал, и, в принципе, я не вижу, как именно Джиллен Робертсон может финишировать в этом противостоянии. Исходя отсюда, друзья, на данное противостояние я предложу вам несколько ставок. Это тоже с расчетом на то, что если бой все же подзатянется и, как бы, Миранда Маверик не финиширует каким-то грандным паундом, или, там, то бишь, болевым или удушающим, да, так как, в принципе, и нокаутами, и один раз сабмишенным Робертсон проигрывал, то чисто в теории можно предположить, что Маверик может, как бы, финишировать также Робертсон. Но, все же, если мы предполагаем, что поединок подзатянется, друзья, я считаю, здесь смотрится неплохо. Третий начнется, да. И, друзья, за счет всего перечисленного мной вперед, я считаю, что все же, ну, здесь по праву Миранда Маверик является фавориткой. Если, допустим, касательно борьбы, ну, может, даже где-то Робертсон немножко лучше, да, вот, я не спорю. Но, все же, я считаю, что Миранда Маверик также может неплохо защищаться от проходов Робертсон и навязывать также свои условия, если понадобится, даже и в портере, да. Поэтому и вторая ставка, чистая победа Миранды Маверик за коэффициент 1,7 в данном противостоянии, как по мне, также довольно неплохо смотрится, друзья. Ну, что ж, вот такие все мысли мои были по данному противостоянию. Надеюсь, теперь услышат ваше мнение, что вы думаете по данному поединку. Но у меня на этом все, друзья, будем прощаться. До новых встреч, до новых прогнозов. Продолжение следует...